На полигоне в Башкировке стреляют и днём, и ночью из танков, автоматов и пулемётов. Здесь тренируется 92-я отдельная механизированная бригада. Олег Зимников – контрактник. В этой части служит уже больше года. Говорит, сидеть на месте больше не хочется. Все сослуживцы воюют на Востоке. Я сам служил в 95-й аэромобильной бригаде, срочную службу. Мои ребята давно уже там. Много знакомых в 25-м. Воздушный десантный тоже там. Контракт подписал в третьем полку спецнаба. Ребята тоже там. Я за них переживаю очень сильно. И если мне придётся, я буду готов рядом с ними стоять. Кроме опытных кадровых военных и контрактников, здесь немало и добровольцев. Некоторые впервые сталкиваются с тяжёлым вооружением уже здесь, на полигоне. Дмитрий – директор фирмы. В прошлом имеет серьёзный опыт участия в боевых действиях. В армию вернулся по собственной воле. Теперь обучает таких же, как он, патриотов. Люди, приходящие по мобилизации, находятся масса людей, которые шли в военкоматы, которые сами просились. И это люди не ребята с горящими глазами по 20 лет. Это мужики по 37, 40, 45, по 50 лет, которые сознательно пришли защищать страну. Здесь тактическая, индивидуальная и тактическая подготовка бойцов. В основном, как выживать на поле боя. Как зелёнка, так и горь. Сейчас намечаются городские бои. Это самый сложный, самый тяжелый вид боя. И подготовка к городскому бою, как минимум, должна снизить потери, если это правильная подготовка. Сейчас с теми ребятами, с которыми учу, я с ними пойду на войну. Основный акцент подчас подготовки подразделений ставим на практические занятия с вогневой, тактичной, инженерной, військово-медичной подготовкой. То есть, что будет необходимо нашим військовым голосам подальшим для сбережения их живота. Спасать жизни солдат на поле боя в армию пришёл и харьковский анестезиолог Юрий. Говорит, сидит дома, когда война всё ближе, не смог. Как медик я прохожу уже обучение военный, как военный медик. То есть, обучение, конечно, полное обучение, как военнослужащим. А как врача я, в общем-то, кажется, уже готов для того, чтобы работать. Есть специфика, но любой доктор, который захотел бы быть полезным, он эту специфику постигнет без особого труда, если есть желание. Но особая гордость бригады – четверо девушек-медиков, которые проходят всю подготовку наравне с мужчинами. Оксана Москаленко дома оставила 25-летнюю дочь. Теперь готовится к отправке в зону АТО. Брат родной у меня, тоже военный артиллерист, он уже третий месяц в АТО полковник. Я тоже решила, так же, как и брат, идти защищать родину. Это не высокие слова, это честно. Я пришла в военкомат. Потом перезвонили мне, сказали, вы не передумали, говорю, нет. 22-летняя медсестра Юлия Детленко из Глухого говорит, к военной форме вместо белого халата уже привыкла. Хоть и страшно, но все равно решила пройти подготовку и поехать в горячую точку, чтобы помогать раненым. Я думаю, нужна наша помощь нашим ребятам, которые там воюют. Жалко ребят. Хочется помочь, очень хочется. Точную дату отправки бригады и место назначения руководство не раскрывает. Но говорят, что уже готовятся к приему второй очереди добровольцев. Светлана Сирок, Юрий Васильев, агентство телевидения новости.